МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Дежурных докторов нашей скорой телевизионной медицинской помощи сегодня целых два. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас сегодня в гостях Раймонд Чернуха, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи городского округа Самара, и Анвар Демурчеев, врач-анестезиолог-реаниматолог областной больницы Середавина. Здравствуйте. 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 Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. К нам в студию можно звонить, задавать свои вопросы. Можно, кстати, позвонить и поделиться своими впечатлениями, если вы уже каким-то образом имели взаимодействие с этой службой. Я, знаете, для начала бы спросила вас, о чем все-таки санитарная авиация отличается от скорой медицинской помощи? Ну, давайте я отвечу. Слово «авиация» уже говорит о том, что мы пациента транспортируем воздушным путем. Но не все так просто, да? Мы же позднее еще это выясним. Да, 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 конечно. На самом деле, санавиация подразумевает под собой специализированную скорую медицинскую помощь. А скорая помощь оказывает скорую медицинскую помощь. И это очень такие разные понятия для нас, для медиков. Для, может быть, простого обывателя это покажется чем-то единым. Но на самом деле, по скорой медицинской помощи у нас оказывают медицинскую помощь это врачи и фельдшера. А по специализированной медицинской помощи у нас оказывают только врачи конкретных специализированных специальностей. То есть хирурги, анестезиологи-реаниматологи, гематологи могут выезжать у нас даже, да? Там урологи, нейрохирурги. То есть, поэтому помощь называется специализированная скорая медицинская помощь. И скорая специализированная помощь, она именно с помощью инструмента как санавиации, авиационной составляющей, приближает качественную медицинскую помощь в те отдаленные районы, где она требуется в тот момент, когда туда поступил пациент, которому требуется такая помощь. То есть я бы сформулировала, санавиация это очень-очень скорая, очень специализированная медицинская помощь. Как-то так, наверное, да? Да. Мгновенная, мгновенная. Мгновенная, правильно. Не скорая, а мгновенная. Я еще раз напомню, что сегодня в прямом эфире Раймонд Чернуха, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи городского округа Самара, и Анвар Демурчеев, врач-анестезиолог, реаниматолог больницы Сири Давина. Мы сегодня говорим про работу санавиации. И телефон прямого эфира 202-11-22. Я думаю, что главный вопрос, который, наверное, интересует всех, в каких случаях вызывают санавиацию? Что должно произойти? Ну, давай теперь я, наверное, отвечу. Тут случаи только тяжелых дорожных, допустим, – Товарий, например, да. – Да, железнодорожные могут быть. Так же случаи, когда не справляются, ну, так скажем, районные врачи в том случае, что не просто как по квалификации, а именно вот нет той, может быть, техники, оборудования и так далее, при которых могли бы выполниться эти операции или там какие-то манипуляции. Вот тогда именно мы, наша служба, именно для того, чтобы их эвакуировать, этих пациентов в тяжелых, именно в тяжелых состояниях. Как говорится, в средней степени тяжести их привозит уже обычная медицинская скорая помощь. Вот, и поэтому наша задача именно заниматься тяжелыми случаями, тяжелыми больными, при которых, как говорится, их жизнь, ну, так скажем, находится на волоске, или как мы там принято у нас говорить про это. Именно когда нужна, я уже сказал, как бы мгновенная реакция с нашей стороны, чтобы мы приехали, его быстренько эвакуировали и далее уже подготовив больного, уже доставив его уже в областные центры, так скажем, в больницу Середавина или в клинике медуниверситета, также в больницу Пирогова, то есть те больницы, где именно многопрофильный, где окажется уже более квалифицированная, может быть, помощь, и больной пойдет на поправку. То есть тогда мы именно выезжаем, вылетаем и так далее. Ну, а как вообще устроена служба, вот начиная от приема заявки до полетного плана? Какая структура у санавиации? Да, значит, все начинается с фельдшера по приему вызова, то есть на пульт диспетчера поступает звонок из медицинской организации. В Самару поступает звонок. Отделение находится в больнице Середавина. Естественно, звонок поступает именно в диспетчерскую больницу Середавина, потому что это флагман нашего здравоохранения, и там находится наибольшая часть специалистов, которые могут действительно оказать эту квалифицированную помощь. После поступления звонка, опрос, понимание того, какого специалиста помощь требуется, да, консультация какого специалиста требуется, соединение с данным специалистом. Ну, например, возьмем хирурга. Фельдшер соединяется. Конечно, да. И происходит разговор хирурга на той стороне с хирургом больницы Середавина. То есть хирург разговаривает на одном языке с хирургом. И уже хирург-консультант отделения санавиации, он принимает решение, нужно туда выезжать, либо же он дает какую-то консультативную помощь хирургу ЦРБ, который по этой консультации понимает, что ему там что-то можно сделать самому. Вот. Если же требуется помощь, сразу же формируется бригада хирург. Если там требуется, например, эндоскопист, да, то есть эндоскопист со своим оборудованием спускается вниз, все садятся в машину, например, да, и выезжают или на летное поле, если это ближний район, они едут на машине туда. А давайте представим такую ситуацию, что хирурга в том населенном пункте нет. Кто тогда будет с нашим хирургом соединяться и консультироваться? Тогда есть алгоритм, это делает Ночмед, тогда уже бригада дополняется обязательно анестезиологам-реаниматологам, потому что если нет хирурга, ну, представим, что нет хирурга, соответственно, нет ее реаниматолога. Ну, это вот можно сразу так. И анестезиолог-реаниматолог уже будет этого пациента вместе с этой бригадой эвакуировать на более высокий уровень. Высокий уровень может быть, например, межмуниципальный центр, ну, например, если, ну, возьмем Елховку, то ее межмуниципальный центр – это Красный Яр. А, то есть не обязательно в Самару? Не обязательно в Самару. То есть мы смотрим по тяжести состояния, сможет ли Красный Яр вылечить этого человека, да? То есть если он может, зачем его еще ввести сколько-то там дополнительных километров, там 40 километров, если ему могут в Красном Яру оказать полную помощь? Это все вот логистика, это то, чем занимается отделение. И это ведь нужно в достаточно короткий срок все равно все спланировать. В очень короткий срок. Бывают ситуации, когда приезжаем совместно с хирургом, и неотлагательно появляется необходимость именно на месте и вот здесь и сейчас оперировать, то, соответственно, уже развертываем операционную и проводим операцию там. А развертываете ее где? В чистом поле? Зачем? Мы же в больнице приезжаем, в центральной районной больнице, то есть там оно, в принципе, есть. Если даже на тот момент нет анестезиолога и реаниматолога, но операционные-то они есть, поэтому тут зависит от состояния больного. Вот вы когда вначале рассказывали, я вас перебила, сказала, что не все так просто, что авиация не значит, что только крылья, да? То есть в составе структуры, в службе не только ведь вертолет, правильно? Конечно. Сначала, с самого начала, если взять, да, это послевоенное время, немного к истории я обращусь, были машины и вертолеты, и самолеты. Як-12, по-моему, сначала летал, да? Да, 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 да. Вот. Потом, ну, различные эпохи нашей страны, остались только автомобили. Но название, как санавиация... Да, оно осталось. Закрепилось, закрепилось. Автомобили с крыльями. В любом случае, вертолет был запущен только в прошлом году, благодаря национальному проекту здравоохранения, да, при активном участии нашего губернатора Дмитриевича. Да, он очень активно продвигал эту тему. Потому что мы перед... С его помощью была передвинута контрольная точка и дата начала запуска вертолета. То есть это только с его подачи это все случилось. Вот. Естественно, и министерство... Могли бы еще не залетать до сих пор. Мы бы не отмечали годовщину. Мы по плану стояли в этом году. Ага. И рождение бы отмечали, да? Да. А благодаря нашему губернатору мы полетели намного быстрее. И на сегодняшний день было спасено... 175, да? Да, 175 пациентов спасено. 140 вылетов. В течение вот этого года 140 вылетов? Нет. Сначала. За год. Ну, за год. От 19-го до 19-го августа. Именно так. Так вот, до вертолета же надо же было как-то... 37 лет что летало. Да, ездили машины. Да, машины класса С с оборудованием. Это, как я люблю говорить, мини-реанимационное отделение. То есть, есть все, что есть в реанимации. Только оно еще ездит на колесах. Оно не только ездит, еще и называется санавиацией. Реанимация на колесах. Да, да. На самом деле, мы же еще выполняем выезды за пределы Самарской области. То есть, выполняются... Не все же можно в Самаре вылечить. К сожалению. Я думала, что уже почти все. Есть... Кроме пересадки. Есть ситуации, да, когда нужно отправлять пациента в федеральный центр. Для этого есть четкие показания. И транспортировкой в федеральный центр занимается только это отделение. То есть, у нас были выезды и в Москву, и в Санкт-Петербург. И мы забирали из других областей пациентов, которые наши пациенты. К нам. Из Самарской области, конечно. И они получили там лечение, но на долечивание их нужно сюда забирать. То есть, мы очень часто выезжаем и в Ульяновскую область, и в Пензенскую область. Куда? В Кисловодск я ездил. Я вот в Ростов ездил месяц не прошел назад. Да. Кого-то забирали оттуда? Да, дорожно-транспортной чаще всего. Инсульты бывали. Почему? Я не понимаю, почему от нас нужно на ДТП лететь в Ростов? Потому что наши люди. Наши люди. А, то есть, которым уже оказали там помощь, потом... Наши самарские жители. А, понятно. Они получат самую первую необходимую помощь. Вот мы говорим, но мне кажется, лучше один раз увидеть. Давайте сейчас посмотрим сюжет, потому что вертолеты этот мы снимали как раз год назад. И сейчас сможем это увидеть. Теперь случаев счастливого спасения людей в регионе станет больше. На помощь врачам пришла современная техника, оснащенная, по самому последнему слову, медицинской науке. Перед сотрудниками, которые работали на первом вылете, стояла задача доставить тяжелобольного мужчину из Сызрани. У пациента диагностировали двустороннюю пневмонию. По пробкам дорога в Самару могла занять до шести часов. Но на вертолете пациента домчали за полтора. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, преимущество тем, что мы выполняем рейсы, то есть прямо, то есть не по дорогам. Скорость 230-220 км в час, которая обеспечивает безопасную перевозку пассажиров. Но также по дорогам иногда бывают плохие дороги. Возможно, то, что трясет. На вертолете можно все выполнять безопасно для тяжелобольных. Дислоцироваться вертолет будет в аэропорту Безымянка. Как только поступает сигнал, на борт загружается бригада. Тем временем летчик получает разрешение на полет. Все это занимает не более часа. После чего вертолет вылетает туда, откуда нужно забрать пациента. Площадки по области определены. Но борт может приземлиться и в чистом поле. Для этого ему достаточно площадки 10 на 10 метров. Без дозаправки вертолет может находиться в воздухе до 4 часов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить весь регион. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о работе санавиации. У нас в гостях Райма Чернуха, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи городского округа Самара. И Анвар Демурчев, врач-анестезиолог-реаниматолог областной больницы Середавина. Ну, собственно, оба доктора – анестезиологи и реаниматологи, как я выяснила. Так что можете воспользоваться ситуацией и по профилю. Также задавать свои вопросы. Телефон 202-11-22. Ну вот мы краем глаза посмотрели вертолет. И в сюжете прозвучало, что можно найти площадку 10 на 10. Я как раз хотела вас спросить, а вот сейчас, получается, в каждом районном центре, как-то вот, когда вы летите, уже заранее вы понимаете, куда приземлиться вертолет? Хорошо, а если все-таки это, я пытаюсь в какую-то глухую деревню, где нет ни площадки, ни большой больницы, или таких ситуаций не было? Совсем глухих не осталось в деревне. Да? Да. Мы, когда, так сказать, занимались подбором площадок, когда вертолет пришел, ни пилоты, ни мы, мы не знали, куда будем садиться, как будем садиться, да? То есть эти площадки, они подбирались. И был у меня случай, когда мы вылетели в Безенчук. Это был первый наш полет в Безенчук. Нам определили площадку, это стадион у них там есть такой. И получилась такая немножечко интересная ситуация. Мы подлетели, все, начали приземляться на этом стадионе. Там была земля, и земля, клубы пыли, начали подниматься. Потом, как мне объяснял пилот, если бы мы продолжали приземляться, все это попало бы в двигатель, и, соответственно, испортили бы двигатель. Поэтому пилот, долго не думая, подлетел, нашел другую площадку. И, как я люблю говорить, рассказывать эту, можно сказать, уже городскую байку, мы присели около пятерочки. Магазина пятерочка. Да, около магазина пятерочка, да. То есть там пришлось реанимировать еще окружающих людей. Ни в коем случае, вы не представляете. Там выставили сотрудники ГАИ оцепление сразу. Ну, естественно, людям было интересно, что же такое. Прилетел вертолет. И пациента туда подвезли. Мы, так сказать, загрузились и полетели. В ВКонтакте, потом в социальной сети было большое обсуждение. Знаете, было приятно, что первые комментарии были такие не очень приятные поначалу. То есть за какой-то шишкой приехали. Или там глава района куда-то полетел. Но, слава богу, нашлись люди, которые написали, что это был их родственник. И это благодаря санавиации их родственник быстро оказался в больнице. И ему была оказана помощь. И уже после этого, как говорится, гнев сменился на милость. И люди писали только положительные отзывы. И так же по Тольятти было, когда мы в Тольяттинскую городскую больницу номер 5. У них вертолетная площадка находится прямо на территории. И тоже писали, что вроде как главный врач с обеда прилетел. А потом люди, которые действительно сами туда прилетели, они уже писали, что извините, но это нас привезли. Простите, что у вас там... Все-таки интернет – это зло. Да, но с другой стороны, я считаю, что должна быть информированность людей. И мы очень много информировали. И сейчас, мне кажется, уже нету таких сообщений, что какие-то руководители летают. Все знают, что вертолет предназначен для любого человека. Но он же опоздаваем, вертолет. Конечно, белый с красным крестом. То есть, в общем-то, странно какие-то другие версии здесь изобретать. Скажите, вот какое оборудование находится в салоне? Что там есть? Мы, конечно, видели, но на самом деле это... Вы говорили о реанимации на колесах. Сейчас мы рассказывали, это реанимация на крыльях, да? Там, значит, стоят аппараты экспертного класса. У нас даже в медицине есть экспертного класса, неэкспертного класса. Вот там стоит аппарат ИВЛ. Ну, самое главное, что у нас, да, аппарат ИВЛ. Он предназначен для искусственной вентиляции от новорожденного, это очень важно, от новорожденного до взрослого человека. Один аппарат. Один аппарат. Как правило, как правило, все аппараты, они, искусственной вентиляции, они делятся. То есть есть аппараты для взрослых, есть аппараты для детей, есть аппараты для новорожденных. Потому что объем легких у всех разный. Мы это все понимаем, даже те, кто не в медицине. Этот аппарат позволяет вентилировать от новорожденного до взрослого человека. Это шикарный аппарат. Следующее, что это следящая аппаратура плюс дефибриллятор. То есть это все в одном тоже находится. Мы видим и ЭКГ в режиме реального времени. Не в каждой больнице есть такое оборудование, да? Ну, мы стараемся, и Минздрав наш старается, чтобы это все получилось. И правительство старается, чтобы в каждой больнице это все было. Но тем не менее. Тем не менее. Конечно, есть проблемы, но нужно быть оптимистами по жизни. И надеяться, что у нас все будет хорошо. И я в этом уверен, что у нас все будет хорошо. В режиме реального времени мы видим сатурацию кислорода, да? То есть наполнение крови кислородом. В режиме реального времени и температура определяется. И частота сердечных сокращений, частота дыхания определяется. И можно, значит, есть специальные датчики для автоматической дефибрилляции. Если мы подразумеваем, что вполне возможно такое может случиться, да? Что во время транспортировки нужно проводить дефибрилляцию. То есть мы можем сразу наклеить вот эти датчики, которые мы увидим. И он автоматически проведет разряд. Также там ручная дефибрилляция. Различные шприц-насосы, да? Само место, оно эргономичное, где находится пациент. То есть мы можем поднять и головной конец, и ножной конец, и как угодно его повернуть. То есть для эвакуации, ну, как правило, у нас самая длительная эвакуация, самый дальний район, это при Волже. Сколько по времени? При Волже. И Клявлино, наверное. Клявлино, да. Ну, это диаметрально противоположный. Ну, километров 200. Ну, где-то 40 минут. Вот у меня, вот в этом году мы летали, я летал в Сызрань, мы забирали тоже пациента. От момента выезда из больницы Середавина до момента приезда в больницу Середавина и поступления пациентов в приемный покой, я прям засекал время полтора часа. То есть практически в любое правило золотого часа с помощью санавиации можно уложиться? Можно уложиться. Вот в нашем компактном регионе, да. Поначалу, конечно, когда мы только начинали, эти вылеты были, конечно, чуть подлиннее, потому что и мы немножечко, для нас это, естественно, мы никогда не летали, вот, а тут мы полетели. Собраться. Да. А сейчас это настолько все отработано на алгоритм, что, представьте, в Сызрань полтора часа, да вы только на машине туда до перевала доедете каких-нибудь. Хорошо, если предположить какую-то катастрофу, крупное ДТП, сколько пациентов одновременно вы можете погрузить в вертолет? Давайте, месяц назад мы вывезли двух маленьких детей и одного взрослого, то есть три лежачих пациента. Ну, это я как бы один из ближайших случаев. Также мы вывозили четверых на… с использованием ингаляции, то есть инсифляции кислорода. Вот вы сказали, что раньше не летали, собственно, вы врачи, у вас своя работа, ну, вот надо было летать. И работа санавиации еще и заключается в принятии очень быстрых решений, тоже, о чем мы говорили. Так вот, была какая-то, и есть какая-то специальная подготовка для тех, кто в санавиации? Не знаю, может быть, физические какие-то еще упражнения. Тут, наверное, с практикой, с практикой. Это только желание, наше желание помогать людям, и все. Коронавирус какой-то оказал какое-то влияние на работу санавиацией? Конечно. Людей с дыхательной недостаточностью третьей степени, то есть это абсолютно кислородозависимые и аппаратные пациенты. То есть есть у нас вентиляция инвазивная, есть вентиляция неинвазивная. Так вот, коронавирус показал, что неинвазивная вентиляция – это самое лучшее средство для лечения этого пациента. И мы ввели в практику транспортировать пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Это все началось с нашего ночмеда, больницы Середавина, которая нам показала, как это делать, и мы внедрили это в практику именно санавиации, как на неинвазивной, то есть на масочках, на этих, на специальных, которые герметично располагаются на лице, вот, с режимами вентиляции. Вот таких людей мы начали возить. До этого санавиация таких, ну, и не было таких людей, чтобы их можно было возить. Не было необходимости, наверное. Да, не было необходимости такой. Я еще, знаете, что хотел рассказать по поводу нашей логистики со скорой медицинской помощью. Вот что. Да, только очень компактно рассказываю. Хорошо. Скорая помощь теперь звонит в санавиацию, если произошло ДТП. И мы уже заранее знаем, что случилась какая-то авария. Райма Цавылович, я вынуждена вас перебить, с сожалением. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе. Давайте продолжим этот разговор, пользуясь случаем. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Удачи в работе, спасайте жизни. Мы со зрителями увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова